Сегодня приготовим с вами вкусный и сытный обед, который понравится ну почти всем. Заранее отваренная фасоль. Видите, вот я ее заготавливаю на зиму обычно, он у меня бывает в холодильнике, уже в готовом виде, вернее в морозилке. Нарежем лук, добавим его в кастрюлю, добавим масло, то что вам нравится, какое вы любите такое. Выдавливаю сюда чеснок пару зубчиков и томлю все это до тех пор, пока оно не изменит цвет. Как только все это изменило цвет, добавляю сюда один очищенный и нарезанный помидор или помидора, их может быть много. Можно добавить сюда еще красный болгарский перец, если это вам очень нравится. Хорошенько перемешали до тех пор, пока помидоры у нас стали мягкими. Сегодня я использую куриную грудку, но сюда очень хорошо подходит баранина. Баранина или молодой ягненок, это уникальный аромат и вкус этого блюда, но я делаю диетическое более-менее. И теперь сюда добавила одну полную чайную ложку томатной пасты. Тоже хорошенечко перемешиваю и даю возможность томату немножечко поджариться. Теперь добавляю сюда заготовленную фасоль. Вы видели, она должна быть полностью готова, если конечно у вас нет такой заготовки. Или же можете купить в банке, в магазине уже готовы, в консервированном виде. Ну, опять же, если сварите, сварите сами, это лучше. Все, осталось добавить картошку, а картошку я заливаю кипятком заранее на пять минут, потом сливаю воду и добавляю опять же вот в эту смесь. Почему? Есть причина. Я не люблю, когда картофель остается таким вот целым, скажем так. Он будет варен, он сварится, он будет готовый, но он будет такой целый. Люблю, когда картофель разваливается вот не в обеде, а когда вы начинаете его кушать, вот он во рту прям как мороженое тает. Во-первых, надо выбирать такую картошку, я с вами согласна. Во-вторых, если его сразу не знакомить с томатной пастой, то он получается действительно очень вкусный. Ну что ж, вот так, 20 минут потомили, картофель тоже сварился и вот такой у нас обед получился. Не забудьте поделиться видео, если нравится мой канал подписаться, обязательно поставить лайки, дизлайки, написать ваше мнение, а я же хочу пожелать вам крепкого здоровья, любви и счастья. Дай Бог всем удачи в жизни. Пока-пока, надеюсь увидеться с вами в следующих видео.